Привет, это канал Крюкова, меня зовут Ольга, и в этом видео я хочу поделиться с вами нашим опытом приучения ребенка к горшку. Оставайтесь со мной. Первый вопрос, который встает перед молодой мамой, в каком же возрасте начать приучение ребенка к горшку? И самое интересное, что на эту тему нет ни одной истинной рекомендации, потому что очень многие специалисты, педагоги, психологи, педиатры поддерживаются совершенно различных точек зрения. Одна точка зрения, это что ребенка нужно приучать прямо сразу же с самого рождения, это такое естественное родительство. Вторая точка зрения, это чаще всего точка зрения более старшего поколения, что когда ребенок начал сидеть самостоятельно, уже нужно его приучать к горшку. И третья точка зрения, это люди, которые придерживаются того мнения, что ребенка нужно приучать к горшку тогда, когда у него есть осознанный мыслительный процесс, и он может контролировать свои выделительные функции. И вот мы в нашей семье придерживаемся третьей точки зрения, и это возраст приучения к горшку где-то с года и 10 месяцев до 2 и 4 месяца. То есть это тот возраст, когда приучение к горшку ребенка дается очень легко, и ребенку все понятно, и он очень легко идет на контакт и понимает, что от него хотят. Главное правило, которому стоит придерживаться, это ни в коем случае не форсировать события и не ругать малыша, если у него что-то не получается. И конечно же, вот этот разбег возрасте, он связан с тем, что вы смотрите на какой период приходится у вашего малыша лето, потому что на ребенке минимум одежды и приучение к горшку дается довольно легко. Наблюдаем за ребенком и видим, что у него установился определенный режим, когда он ходит в туалет. И снимаем с него памперсы и готовим большое количество трусиков, штанишек. Можно даже по этому поводу сходить с малышом в магазин и вместе с ним купить ему нижнее белье с какими-то красивыми персонажами. И объясняем ему, что он теперь взрослый и скоро он будет совсем обходиться без памперсов, как старшие члены его семьи. Обращаем внимание, если есть старшие братья или сестры или родители, показываем, что никто не пользуется памперсами. То есть у нас идет своего рода психологическая подготовка малыша. В этом возрасте у детей очень сильно развито стремление подражать. И он очень быстро сообразит, что он хочет быть таким же, как взрослый. И очень быстро сам откажется от памперсов. Покупаем горшок или сиденье для унитаза. Мы, например, начали приучение с нашей третьей дочери младшей с сиденьем для унитаза. И оно ей очень нравилось, и она с удовольствием ходила с ним в туалет. И позже уже потом мы перешли на горшок. В любом случае видео, как выбрать горшок, вы можете найти тоже на нашем канале. И очень важно определиться, что момент, когда вы начинаете это делать, вы будете вместе с ребенком некоторое время. То есть с утра до вечера вы будете рядом с ним, чтобы помочь ему осознать, что это за процесс. А если у вас еще при этом будут помощники, старшие дети, либо бабушка, либо ваш супруг рядом вместе с вами, это будет просто здорово. Нашу младшую дочь мы приучали к горшку в отпуске. Мы приехали в отпуск, да, мы взяли с собой полпачки памперсов, но при этом с самого первого дня мы ей все объяснили. Мы взяли с собой и сиденье для унитаза, и горшок. И мы были все вместе рядом с ней, когда жили вот в номере, когда мы ходили гулять, мы брали запасную одежду для нее. И к концу отпуска, к концу нашего пребывания она уже понимала, что от нее хотят, и она уже делала все свои дела практически самостоятельно. С чего начать? Снимаем памперс сразу после пробуждения. Первоначальный этап приучения к горшку предполагает, что ребенок находится без памперса во время бодрствования. И одеваем максимально легкую одежду на него, можно даже, чтобы малыш бегал голышом по дому. И следите тщательно за ним. Когда ребенок начинает делать свои естественные потребности, вы с горшком тут же подлетаете и объясняете, что это нужно делать сюда. Делаете это очень мягко, без нажима, без агрессии. И просто показывать ребенку, как это здорово было бы, если бы он сделал это все в горшок. Если на каждую попытку сходить в туалет ребенок будет видеть, что вы или кто-то из членов вашей семьи подлетает к нему с горшком, то у него довольно быстро закрепится в осознании связь, что когда он захотел в туалет, нужно найти горшок. Если вы видите прижиму вашего дня, что подходит время, когда ребенок обычно ходит в туалет, то постарайтесь посадить его и занять какими-то игрушками. Можно почитать книжку, можно даже показать, как взрослые это делают. Либо другие дети, которые где-то его возраста, если у вас есть такие среди ваших знакомых, попросите прийти к ним в гости вместе с вашим горшком и покажите, как это делает ребенок ваших друзей. Это действует вообще просто супер. Дети очень быстро соображают, что от них хотят. За каждое попадание в горшок ребенка нужно хвалить. Но не просто говорить молодец, а объяснять, за что вы хвалите. У нас хвалить приходила вся семья и очень радовалась, когда у нашей Марты, младшей нашей дочери, вот все получалось. И она очень быстро поняла, что она делает что-то очень классное, что всем очень нравится. Но если у ребенка не получается, не нужно вообще заострять на этом внимание. И, конечно же, перед сном и перед прогулкой предложите ребенку горшок, но если он не хочет, ну просто оденьте памперс. Второй этап практически ничем не отличается от первого. Просто теперь мы выходим с малышом гулять без подгузников. И для этого вам нужна запасная одежда. Если вы смущаетесь, что может что-то непредвиденное произойти во время прогулки, постарайтесь предугадать, чтобы рядом была вода, чтобы вы могли помыть вашего малыша. И, конечно же, именно поэтому вам нужно лето, чтобы ваш ребенок понимал, что он постоянно будет теперь находиться без памперсов. Если это более такое холодное время, зимнее, то, конечно же, с малышом, который только привыкает ходить на горшок, очень сложно выйти на улицу без подгузников. Третий этап приучения к горшку – это мы ложимся без подгузников спать. Очень важно помнить, что если у малыша получается, мы его хвалим. Если не получается, например, ребенок не снял свои штанишки, не успел, или сел на горшок в штанишках, такое тоже бывает, ни в коем случае, нигде, никогда ребенка не ругаем. Не создаем у него в голове такие флажки, что не зацикливаем на этом его внимание. Став чуть-чуть постарше, все малыши осваивают последовательность действий. Просто нужно немного терпения, немного подождать. Можно порекомендовать ограничить потребление жидкости перед сном, но вот, например, наша малышка на грудном вскармливании, и эта рекомендация вообще никак мне не подходила. Поэтому мне оставалось только выждать время, когда она осознает, что нужно сходить в туалет перед сном, и что если ей захочется в туалет, она должна проснуться. Ни в коем случае, мамочки, не будите своего ребенка ночью, чтобы он сходил в туалет. У него не закрепится в сознании и в голове самостоятельный навык. У него не будет вот этого внутреннего толчка, что надо проснуться и надо самой сходить в туалет. Когда мы начали приучение от горшков в год и 11, в 2 и 1, в 2 и 2, где-то наша Марта уже ночью просыпалась. И я просыпалась только тогда, когда уже видела, что она вылезла из кроватки, и уже выходит из комнаты, из спальни, и уже идет в туалет. Поэтому у детей все это очень быстро схватывается в голове. Просто нужно от вас немножко терпения подождать, когда он сам все это осознает. И, конечно же, ночное время бывают разные огрехи у ребенка. И то, что она у нас в таком возрасте выходила сама в туалет, это не значит, что она это делала каждый раз. И ребенок может писаться в кровать ночью, для этого вы просто подстелите клеенку и просто говорите, что давай мы попробуем в следующий раз проснуться, ты же захотела в туалет. И поэтому в это время тебе нужно просто встать, разбудить маму или даже вот сходить самой на горшок, который, например, может стоять возле кроватки ночью. Все дети абсолютно разные. И в каждом индивидуальном случае этот процесс может происходить абсолютно по-разному. Но очень важно знать определенные правила и их придерживаться. Самое главное, действуйте системно. Если вы отказались от подгузника во время водорствования, не одевайте их больше. Если вы начали выходить гулять без подгузника, не одевайте их больше. Если вы легли спать без памперса, без подгузника, не надо больше одевать. Пусть ребенок сам познает себя. Пусть он научится контролировать свои акты именно выделения. И пусть у него закрепится связь в мозгу. И именно вы, как мама, как родители, можете ему в этом помочь. Ставьте горшок в одно и то же место. Это тоже контролировать должны родители. Лучше, если это будет видное место. И следите за ребенком. Когда он захотел в туалет, вы должны быть рядом. Вы должны подсказать ему. Вы же знаете своего малыша. Вы знаете, что предшествует тому, когда он сейчас начнет писать или какать. И вы должны быть рядом вот тут со своим горшком. Ни в коем случае не заставляйте сидеть на горшке. Когда ребенок выгибается, когда он кричит, когда ему что-то не нравится. Создаются неприятные ассоциации. И вам будет очень сложно потом впоследствии донести до малыша, что это важно ему делать самому. Но при этом ласково старайтесь каждый раз с горшком быть рядом с ребенком. После сна, после еды, перед прогулкой и, конечно же, перед сном. Обязательно хвалите, когда все получилось. Подчеркните, как здорово, что у него сухая одежда и что он все сделал самостоятельно. И, конечно, не начинайте процесс обучения, если ребенок болен или капризничает, если он не в духе. На прогулке вы всегда можете также предложить малышу сходить в кустике и всегда имейте с собой везде запасную одежду. Поймите, пользоваться туалетом такой же необходимый навык, как ползать, держать погремушку или кушать. И все дети рано или поздно этому учатся. Главное от мамы, от родителей проявить терпение, быть уверенными. И тогда этот процесс в вашей семье пройдет абсолютно безболезненно. И самое главное, выбросьте из жизни вашей семьи социальный фактор. Все дети абсолютно разные. И то, что соседский малыш в песочнице уже ходит на горшок, уже там с года и у него все замечательно получается, совершенно не значит, что ваш ребенок должен делать то же самое. Ваш ребенок – это именно ваша кровинушка, это ваше сердечко. И он сделает все тогда, когда это будет необходимо и нужно сделать именно ему. Поддерживайте его и будьте его самым близким другом. Если вам были полезны мои советы или вы что-то хотите дополнить, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новые видео вместе со мной. Пока-пока!